доброго времени суток мои дорогие зрители и подписчики мои любимые девочки и мальчики с вами канала и вторая надежда вы знаете все мы люди и далеко не каждый из нас хочет пробиваться в этой жизни в каких-то ситуациях через трудности через препятствия пробивать лбом нам хочется иметь какую-то путеводную звезду или какую-то подсказочку в той или иной ситуации и именно такой расклад я хочу сделать для вас сегодня он будет называться что вам по судьбе в самое ближайшее время это буквально в самые ближайшие дни и поверьте когда с вами случится та самая ситуация о которой будет речь до нюансы будут разные но вот именно та подсказочка которую вы услышите она поможет вам эту ситуацию избавить от шелухи и и добраться до истины увидеть тот самый путь и получите некий инструмент поддержки благодаря которому тот или иной вопрос решится гораздо быстрее поэтому на оракуле полнолуние сегодня посмотрим и еще те кто не хочет слушать болталки вы перематываете до тех до того момента когда будут карты на столе просто хочу ответить на вопрос который редко но он периодически конечно поступает почему я не делаю расклады например на взаимоотношения с детьми допустим мать и взрослый сын или допустим мать и взрослая дочь или например взаимоотношения между братом и сестрой тоже от лица к матери или отца да почему вы не делаете такие расклады мои хорошие я как-то уже объясняла на такие вот непопулярные темы ну видимо придется периодически повторяться дело в том что такой расклад например взрослая мать и сын посмотрите вы допустим кому эта тема интересна и еще человек ну не знаю 500 может быть тысяча от силы вот поверьте меня были на канале такие расклады на очень непопулярные темы и я видела что происходило в плане видео до какой это видео вызывает интерес никакой и самая важная причина того что youtube это очень умная машина которая анализирует алгоритмами все то что происходит на каждом абсолютно на каждом канале почему вы часто слышите от многих блогеров и от меня в том числе что не забывайте ставить лайки не забывайте писать комментарии это действительно важно для жизнедеятельности любого канала и что касается таких видео вам подтвердит это любой блогер и не все говорят об этом в открытую просто кто-то тихо игнорирует вопросы я привыкла на какие-то такие темы говорить с вами открыто потому что знаю что меня смотрят не только люди которые хотят разобраться в своих ситуациях также меня смотрят коллеги также меня смотрят девочки мальчики которые планируют себе открывать каналы так вот я скажу что для ютуба важна активность и популярность того или иного видео и вот смотрите допустим такая ситуация в среднем например на канале канал набирает с каждого видео допустим 20 тысяч просмотров там 30 тысяч просмотров в среднем неважно и если блогер делает видео у которого видео набирает там за первые сутки там тысячу просмотров за вторые сутки там добирает полторы и знаете что будет с таким видео и с таким каналом в дальнейшем youtube понимает что видео не интересное к этому блогеру не заходят даже постоянные зрители а это очень важно чтобы видео были интересны прежде всего подписчикам или постоянным зрителям даже те которые заходят без подписки у ютуба каждый человек ну я думаю да вы понимаете уникальный отпечаток каждого устройства с которого вы заходите и youtube видя такую ситуацию что в целом на канале видео смотрят а какое-то видео вдруг не зашло она его просто убирает из рекомендаций и не только видео но и сам канал просаживается и в дальнейшем потом каждый блогер сталкивается такой ситуации что даже некогда популярные видео они просто начинают меньше интересовать даже своих ярых поклонников я вам говорю откровенно в этом нету никакого секрета не все об этом хотят говорить говорить открыто вот но я вам скажу и поэтому такие темы которые не интересны подписчикам по умолчанию понимая никто такие темы не снимает и и поэтому может быть где-то и попадаются изредка такие темы но вы зайдите на канал и посмотрите сколько в целом на каждом видео примерно просмотров и сколько видео набрало на ту самую узкую очень мало интересную многим подписчикам тем вот сколько нашло то самое видео и я думаю тут будет все очевидно никому не захочется делать работу которая будет пессимизирована не только людьми но и мне интересно поверьте далеко не у каждого моего зрителя и подписчика есть во-первых взрослый сын а во вторых есть проблемы с этим взрослым сыном ваш взрослый сын может сам зайти на канал любого таролога психолога и поинтересоваться тем вопросом который ему интересен в другом случае можно посоветовать просто открытый диалог со своим сыном либо совместный поход к специалисту к психологу психотерапевту это всегда помогает я надеюсь что я ответила на ваш вопрос когда вы обижаетесь что все про любовь все про бывших все про нынешних и так далее не интересно но я могу согласиться что это не интересно именно вам но это интересно большинству моих постоянных зрителей я надеюсь что я никого не обидела и те подписчики которые являются моими коллегами и у вас есть каналы на ютубе просто можете честно написать правду я сказала или нет но нету моей задачи тут как-то вы знаете вот выкрутиться если бы я понимала что эта тема будет актуально большинству вы думаете я бы ее не сняла конечно сняла бы но мне интересно дело то что интересно максимальному количеству моих постоянных зрителей на любом канале абсолютно точно так же и любой блогер который ведет свой канал скажет я не буду снимать то что не интересно будет даже десятой доли моих подписчиков все давайте смотрим подсказочки давайте смотреть смотреть то что вам по судьбе да вы конечно можете прокомментировать и высказать свое собственное мнение только пожалуйста так же как я тактично не переходя на личность просто высказать свое собственное мнение и тем более мне будет интересно ваше мнение если действительно у вас есть каналы на youtube может быть тик ток в инстаграме тоже все конечно зависит от активности той аудитории для которой снимается тот или иной контент поболтаем в комментариях ну и давайте что за ситуация в которой сейчас находится тот человек который ищет подсказки которые хочет получить ответ на свой вопрос для которого важно что ему по судьбе ближайшее время это уход до уход здесь гордо поднятой головой но уход который тянет за собой еще какие-то моменты иллюзии надежд но также здесь могут быть еще какие-то переписки какое-то общение и обсуждение с другими людьми той ситуации в которой вам пришлось здесь уйти эта ситуация до сих пор еще актуально для вас она не отошла на задний план это то что практически здесь во главе угла и эту ситуацию вы пока еще не отпустили вот конечно же вы еще не забыли пытаетесь здесь понять для себя что почему и как было и из-за чего такая ситуация произошла давайте спросим поподробнее ситуация когда к вам потеряли интерес это может быть и рабочая ситуация просто перестали замечать ваши успехи в вашу лояльность ваши постоянные выходы никогда не отказываете всегда выходите всегда кого-то замещаете помогаете но не спасибо неблагодарности ничего да вот просто что-то делаете но при этом находитесь как будто вы под колпаком каким-то невидимым до вас не замечают что это сделали именно вы не спасибо неблагодарность также это может быть ситуация с человеком на которого вы возлагали определенные здесь надежды но человек здесь расслабился опять же человек дал вам понять что вы ему не особо сейчас интересны или него есть нету на вас времени а есть свои дела что человек устал что ему здесь а ну вот да вот по грязь в своих проблемах то что сейчас происходит с вами или происходило совсем в недавнем прошло это то что благодаря тому что кто-то от вас начал отворачиваться и вы приняли решение не бежать вдогонку а просто точно так же да вот буквально отзеркаливать пытаетесь человека но то что вы сейчас можете на это абсолютно спокойно реагировать так я сказать не могу пока еще здесь ищите ответы но не можете найти почему что было хорошо и вдруг раз все закончилось цветы или букет мы знаем да что это срезанные цветы и как правило их так и рисуют их не раз не рисуют растущими в земле это срезанные растения которые в любом случае завянут и здесь увядание ваших отношений там в той ситуации до в которой вы находитесь она не происходило незаметно ни в один день не бывает так вот опять же по аналогии вы купили цветы букет там не знаю роз ромашек вы поставили а на следующий день они просто превратились засохший вень на это постепенное здание постепенный процесс но где-то вы вот в самом начале того как начал происходить процесс поведения что-то вы здесь не заметили давайте посмотрим вам не хотелось верить потому что вы еще этой ситуации горели вы в этой ситуации были заинтересованы и ну не обижайте здесь знаете вот по аналогии вот собакой хозяин может быть в плохом настроении и он может собаки скайду иди да мне не до тебя но собака в любой момент когда хозяин подзовет она с радостью к нему подбежит потому что нету на хозяина злости да есть просто безусловная любовь по умолчанию вот у вас вашей ситуации примерно то же самое было то они хотели замечать зная что сейчас там пройдет какое-то время там денечек другой все уляжется и снова все будет хорошо да и дай бог чтобы больше не повторялось но в тот момент когда вы уже начали чувствовать некое такое отторжение некая равнодушие в отношении вас это уже был некий сигнал до что не запустилась некое начало конца и просто эту ситуацию игнорировать не стоило но видите нам всегда хочется верить что нам показалось мы ошиблись там у человека просто там дурное настроение но тем самым видите вы втянулись и себя в ситуацию когда можно было бы сразу расставить точки над и и возможно как-то пообщаться вы дотянули ситуацию до такой когда пришлось просто вытаскивать себя я представляю каких неимоверных усилий стоило вам тоже поступить также в этой ситуации как поступили с вами то что здесь отшельник через императора это воля в кулак да это понимание что я тоже не позволю с собой так это гордость это себя любви или конечно это не умови неимоверное усилие внутреннего вашего стержня характера когда вы просто заставили себя развернуться и уйти да тем самым вы продемонстрировали свою собственную гордость ценность самой себя или самого себя в в этой ситуации и это был физический шаг но в душе по-прежнему ответов здесь нет поэтому ответы здесь смотрите вспоминая первые предвестники первые звоночки с чего все началось вот это такой вот для вас момент для анализа потому что предвестники были здесь не в один момент не за одну секунду все поменялось не за ночь так давайте теперь уже начнем смотреть что по судьбе вам самое ближайшее время и будем искать те подсказочки на которые вы должны обратить внимание чтобы не пропустить когда вы можете взять вот просто поймать синюю птицу за хвост это кстати ситуация для вас на вот то что вас ждет самое ближайшее время это судьбоносная ситуация и здесь вот тоже уже некий намек что скоро не некий такой важный жизненный момент он вступает в свое владение вашу жизнь поэтому то что ситуация придет и она очень важная вы это не пропустите мы хорошо самое важное что вы должны знать то что входит в вашу жизнь опять же это важно это по судьбе и не пугайтесь кого-то сразу напрягает что это очередной урок да это очередной урок и начинается этот урок с некой проблемы что-то не получилось что-то потеряли с кем-то поссорились сорвалась встреча не дали обещанное не явился человек на важные переговоры и знаете что именно с этого момента и и наступает новый урок для вас урок вашей выдержки и урок вашего терпения и здесь самая важная подсказочка вот не торопитесь не так не торопитесь махать шашка да не торопитесь здесь обижаться не торопитесь здесь сразу выяснять отношения здесь вашей удачи да вот вашим моментом который просто выделит среди других будет то что вы не будете бежать сразу от из огня до в полымя сразу разбираться и пытаться здесь решить то что с вами происходит чьими-то другими руками здесь не получится переложить решение этого вам вопроса на кого-то та ситуация которая с вами возникает урок это будет с одним конкретным человеком и сказать что ладно я его сейчас брошу там ли я не буду с ним больше договариваться и я найду себе какого-то другого человека да или для отношений или просто для какой-то работы я хочу сказать что так не получится на вот заместить одно другим и если вы попробуете так сделать вы столкнетесь тем что ситуация как будто бы повторилась поменялись лица декорации какие-то внешние условия ситуация очень сильно напоминает так часто бывает когда мы пытаемся бежать от наших уроков и потом говорим но почему в моей жизни все как будто по одному сценарию до происходит моменты вот как будто день сурка вот просто только там время поменялось за там спустя там не знаю полгода год там и человек передо мной другой а вот как будто бы я снова вернулась в прошлом потому что вас снова ставят в аналогичную ситуацию вы даже с другим человеком для той самой задачи проработать ту за ту ну тот урок до который здесь поставили перед вами вы убежали а вас снова раз и снова ставят в эту ситуацию я могу предположить что для кого-то это снова возвращение того урока из которого вы однажды пытались улизнуть сейчас никого не ругаю не журю потому что да так бывает и иногда действительно не хватает там вытяжки спокойствие там терпения чтобы до конца решать тот вопрос который перед нами поставили так и тут здесь все не спеша здесь у постепенно и как я уже когда уловите первую подсказочку не торопитесь не не торопитесь сразу ругаться на не торопитесь сразу с кем-то здесь буквально выяснять отношения а такое состояние вы поймаете просто в вас будет ощущение такое что вот какой-то раскаленный пар из вас вырывается ваша ваша задача здесь погасить даже для сохранения своего собственного имиджа статуса и для сохранения своего собственного лица ни никто не говорит вам о том чтобы здесь вы унижались перед кем-то здесь речь не об этом а здесь речь о том чтобы просто дать этой ситуации немножечко дальше по развиваться вот абстрагироваться ситуации от страница и вот тогда то начнется самое интересное вот некое действие почему-то и идет голове некая заварушка вы будете видеть как ситуация начинает набирать обороты и уже развиваться безо всякого вашего вмешательства вы сразу там где-то смолчали не стали ввязываться там в разборке в какой-то конфликт а вы просто отошли и просто сделали вид что вас это сейчас данный момент не задело или вас не касается здесь если человек не пришел он начнет вас искать если сорвалась какая-то сделка поверьте вам найдут возможность либо повторить аудиенцию дать эту сделку либо вам придет такая же не хуже а может быть и лучше но источник будет один если это разборки с любимым человеком поверьте он найдет возможность как с вами связаться или как вам объяснить и вы получите обновление обновления в тех взаимоотношениях или в тех моментах о которых здесь речь я привожу примеры для каждой из вас потому что здесь 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 действительно у кого-то в рабочей ситуации да нужно научиться терпению принципе здесь урок терпения мы все на на поспешишь людей насмешишь тише едешь дальше будешь вот это ваш урок здесь у меня в принципе такие девочки у которых все горит в руках здесь такие вот тропышки здесь которые не особо любят сидеть на месте да вот ждать догонять не самое лучшее их мероприятие вот но вот максимальной выдержки терпения вам очень очень не хватает в некоторых моментах и просто если в сложившейся ситуации вы проявите некий пофигизм да и возможность позволите себе такую роскошь как не реагировать просто отстраниться вы увидите что эта ситуация она сама начнет вас догонять и про обновление здесь тоже сказал да вы будете видеть что либо ситуации либо отношения просто как возрождаются и выходят на на совсем какой-то новый уровень и совсем какой-то новый этап причем здесь столько будет много возможностей и тут какие-то задачи будут перед вами ставится но задача уже не кармического урока а просто здесь для некого развития наде взаимоотношений там или вашей работы потому что перспективы идут по звезде и они вам все будут по плечу причем извести так по плечу так играючи и шутя что самое главное вы должны знать в этой ситуации выбор будет сделан проявив терпение вы поймете что выбор так или иначе здесь состоялся также здесь жди ждите возвращений так интересно в любом случае вы смотрите вы при всем раскладе вы остаетесь здесь еще с бонусом и вы остаетесь здесь еще с какой-то прибылью причем эта прибыль проявится самым каким-то неожиданным образом но не оттуда вы ждали не из того источника не в то время сейчас не вам нужно сделать выбор именно физически да именно своими собственными руками ваша задача как только вот возникла проблема да вот она не просто там проблемка а это города это скала это прям проблемище и вот тот момент на который вам тоже стоит обратить внимание вас так и будет распирать вот от желания я сейчас разберусь я сейчас выскажу я сейчас там им всем устрою вот эта вторая подсказка на просто проигнорируйте это свое состояние и просто держите себя в руках промолчите уйдите там посчитайте до десяти и вы увидите какие чудеса будут происходить дальше я желаю вам всем воспользоваться подсказками разумно я желаю чтобы вы эти подсказки не забыли и конечно же не забывайте потом по прошествии времени когда эта ситуация произойдет отписаться мне как все произошло потому что мне очень дорого собирать вашу обратную связь по прошествии времени когда вы тоже недавно был комментарий что один в один под старым видео один в один ситуация проигралась вот буквально на днях да и все как по описанному все как по сценарию поэтому расклады работают вам на помощь расклады работают на то чтобы вы всегда были во всеоружии потому что предупрежден значит вооружен а здесь мы всегда стараемся соломы постелить для того чтобы если нам и падать мы люди и ошибаемся и это нормально то нам падать мягко так что мои дорогие не забывайте ставить лайки не забывайте конечно же подписываться и и очень мощное получилось видео очень крутое такое знаете пендаль и с одной стороны это пендаль с другой стороны это такие вот могучие объятия нежные и ласковые когда вы можете получить многие многие ответы на свои вопросы это вот здесь подсказки рода посмотрите я думаю вы не пожалеете и до встречи в новых видео пока пока